Всем привет! Замечательную музыку я сегодня слушал, достал с полки пластиночку и погрузился в оцепенении, в хорошем смысле этого слова. Пластинка это вот, я показываю Майлс Дэвис, это у нас 1968 год, видно? Видно, да, по-моему? Вот, называется она Филлис де Калиманджаро или Девушки Калиманджаро, Калиманджаро, я извиняюсь. Что это такое? Для меня эта пластинка это примерно как Битлз, ну, только в джазе. Это такая, если можно сказать, абсолютная музыка. Вот музыка без вопросов, просто абсолютная музыка. Ставишь диск или там включаешь какой-нибудь девайс или куда-то там заходишь в интернет, наушники надеваешь. Ну, я, кстати, наушники не надеваю, потому что мне нужен воздух между динамиком и ушами. Это правильно, наушники это неправильно, хотя для разных специальных операций они, наверное, годятся или там на улице где-то. Ну, я уже давно в наушниках ничего не слушаю, честно говоря. Ну, это я отвлекся, что я все о себе да о себе. Как сказал один человек, что вы все время обо мне да обо мне, спросите о моем творчестве. Вот, это шутка. Так вот, абсолютная музыка. Филлис де Килиманджаро или «Девушки Килиманджаро». Про Майлса Дэвиса те, кто любит эту музыку, знают все. Те, кто не любит, в общем, рассказывать нужно долго и подробно. Майлс Дэвис – это один из главных людей, наверное, в музыке 20 века. Их достаточно много. Их не 5, не 10, их побольше. Но вот один из главных музыкантов 20 века, безусловно, это Дэвис. Вы скажете «Джаз», ну, там «Джаз». Кроме «Джаза» там столько написано всего, столько сыграно, кроме «Джаза». Да и «Джаза» разве мало? Одного только «Джаза». Ого-го. Гигант. Просто гигант. А вот эта пластинка, она немножко кажется мне, знаете, чем... Кажется дебютом какой-нибудь удивительной супергруппы. Несмотря на то, что до этой пластинки у Майлса Дэвиса записано, не знаю, ну, минимум 25, а то и 30 альбомов. И есть такие вершины, которые остаются в истории, как там «Kind of Blue», например, пластинка. Одна из ключевых пластинок джаза и музыки вообще 20 века. Но при всем при этом, вот эта вещь кажется дебютом супергруппы. То есть, группа, которая играет невероятно круто, выпускает свой первый альбом. Ну, примерно так же, как «Даинна Маунтин Флейм» Джона Маклафлина, а точнее «Махавишну Окестры». Первый альбом, который взорвал просто мозг у всех любителей джаза, джаз-рока, рока, тяжелого рока, чего угодно. Я ее достану с полки, поговорю потом об этой пластинке. Так вот, «Фильс де Калиманджаро» примерно такое же ощущение. Я не знаю, почему оно меня одолевает, но кажется так, что вот эти музыканты никогда не играли ни бибоб, точнее играли, но не фиксировались на нем, ни модальный джаз, как «Kind of Blue» пластинка. Они все это слушали, пробовали, репетировали, сочиняли, а потом вышли на свою дорогу и записали совершенно свежую музыку, не связанную никак, ну только связанную так, опосредованно связанную с тем, что я назвал, и с бибобом, и с постбопом, и с хардбопом, и с модальным джазом, и там вплоть до диксиленда. Все вот это вот переработано и сделано что-то свое. На самом деле эта пластинка переходная такая, переходный период от, будем говорить, традиционного джаза, хотя Дэвис уже не играл в ту пору традиционный джаз, потому что модальный джаз трудно назвать традиционным, это абсолютная инновация была, абсолютный такой прогрессив джаз. Что такое модальный джаз? Это сложно объяснить мне, поскольку я неграмотен музыкально по большому счету. Я примерно понимаю, что это такое, даже сыграть могу что-то такое в модальном джазе, но вербализировать это мне достаточно сложно. Лучше всего об этом сказал Алексей Козлов, замечательный музыкант, московский джазмен, все знают про него. Он в одной статье написал, модальный джаз отличается от обычного джаза следующим образом. Когда играешь обычный джаз, бибоб, то взаимодействуешь с публикой энергией, которую выбрасываешь в зал от скоростной своей игры, от импровизации, от пота, от эмоций, от набора аккордов, которые ты обыгрываешь, от диких скоростных пассажей, и публика заводится. А модальный джаз – это когда ты погружаешься в себя на сцене и играешь внутрь себя, не туда, а вот сюда. И публика на ментальном уровне получает удовольствие. Это достаточно смешно, но на самом деле модальный джаз – это уход от боповских построений с миллионом аккордов и соревнований в скорости инструменталистов на основе достаточно сложных гармоний, а фиксация на двух-трех аккордах, иногда и на одном, и развитие мелодии на нотах, из которых построен этот аккорд. То есть люди обыгрывают мелодии, оставаясь в одном или в двух аккордах, может быть, в трех, в двух. Здесь в одном достаточно много. И все это достаточно лаконично и, опять-таки, как сказал Алексей Козлов, «внутрь себя». Но от прослушивания этого «внутрь себя» получаешь невероятное удовольствие, потому что играть джаз вообще, а играть модальный джаз особенно, ну, вообще любой джаз, для этого нужно быть высочайшим профессионалом. Просто так, с кондачка выйти, там, окончим джазовую школу, если ты не гений, то, в общем, это будет скучно, неинтересно, банально и, в общем-то, никак. И это всегда слышно. Это всегда слышно и в звуке, и во фразах, которые играет артист. Отличить джаз хороший от плохого, некоторые говорят, что сложно, мне кажется, несложно. Ну, так вот, Филлис Калиманджаро. Состав музыкантов следующий. Майлз Дэвис, естественно, труба. Уайн Шортер – прекрасный саксофонист, музыкант от бога просто, которого я обожаю. Тенор-саксофон. Херби Хэнкок – тут и говорить нечего. Фортепиано и электрическое пиано. Рон Картер – бас. И Тони Виллиамс – машина, драм-машина живая, ожившая. Это ударные, естественно. И Чикария меняет здесь Херби Хэнкока на двух вещах. Состав уже меняется. И я начал о переходном периоде. Так вот, переходный период от, мы будем называть, сухого джаза, к электрическому джазу, к джаз-року, к фьюжн, к пластинкам Beaches Brew, там, In a Silent Way. И дальше, дальше, ко всем этим электрическим ужасам, которые в огромном количестве наиграл Майлз Дэвис. О них мы тоже потом поговорим. Джаз-рок с огромным словом рок, с огромным словом электричества, со страшным драйвом, давлением и грувым. Вот, я вспомнил. Так вот, это такая пластинка переходная, как бы. Как бы он уже видит вот эти свои электрические дали, электрические поля, ну и где-то там прощается с сухим джазом. Но, кажется, она вот действительно дебютником. Таким дебютником, за которым последует что-то грандиозное. Хотя и дебютник сам по себе грандиозный. Ну, я напоминаю, что это никакой не дебютник. Это такое просто ощущение происходит от этого. Начинать рассказывать о пьесах можно с любого места. Например, с той же самой Филлис де Калиманджаро, Girls of Калиманджаро, которая на второй стороне первой является. Два больших полотна. Мадемуазель Марби. Точнее, Мисс Марби. Тут почему-то по-французски. Дэвис написал название песен по-французски. Очень странно, с переводом на английский язык. Так вот, Филлис де Калиманджаро, это как раз та самая штука, которая практически в одном аккорде вся. Она, я не помню по времени, здесь время не обозначено, но она очень длинная, она больше, чем на полстороны. Но не скучная абсолютно в этом самом одном аккорде. И вот девушки Калиманджаро, они так и обыграны, что сначала такое вступление, прекрасное Калиманджаро, прекрасная природа. Девушки изумительные, мало одетые, фланируют. И музыканты играют то, что видят, а потом начинаются уже знакомства. Потом начинаются знакомства, и в одном аккорде бас играет, риф в одном аккорде, меняющийся, развивающийся, но остающийся в одном аккорде все равно. И играют все. Играют аккуратно, потому что на девушку карать нельзя. Аккуратно, тихо, проникновенно, с юмором немножко. Немножко чуть-чуть ерничая, но и очень лирично при этом. И, конечно, фортепиано блестящее здесь. Электропиано, точнее, здесь играется. Херби Хэнкок играет здесь на электропиано. Прекрасное соло Уайна Шортера в середине. Такое заигрывание, заигрывание с этими самыми девушками. И потом прорыв уже, в хорошем смысле, прорыв трубы Майлса Дэвиса. Но все это так, все это без агрессии. Все это очень лирично и очень интересно. И вот тот самый модальный джаз, переходящий уже в джаз-рок, который будет дальше, следом за этим альбомом. Очень-очень красиво и очень-очень свежо. Вообще, альбом очень свежий. Он звучит удивительно, удивительно ново. Несмотря на то, что это сто лет назад уже случилось 68-й год. Но очень свежо. И Мадемуазель Марби, следующая вещь, она сделана на основе песни Хендрикса «The Wind Christ Mary». И Майлс Дэвис встречался с Хендриксом. Они обсуждали, как подать это полотно. И оно сделано прекрасно. То есть, вступление просто один в один Хендрикс «The Wind Christ Mary». Но, опять-таки, очень нежно, очень тонко. Это не рок Хендриксовский. Это такое в пространстве висящая музыка, очень красивая и при этом очень плотная. Так здорово. После вступления, заимствованного у Хендрикса, опять-таки, остаемся в одном аккорде. Развитие, импровизация. Импровизация и клавишных, и саксофона, и трубы. Тони Уильямс на барабанах работает фантастическим образом. Но это, как я уже сказал в самом начале, это барабанная машина просто. Но машина живая, все время меняющаяся и дышащая. Такая железо шелестит, звенит во всем. Надо вообще слушать громко этот альбом. Потому что тут такие, конечно, интересные штуки в ритм-секции. Бас с ударными тут работают невероятным образом. Потом музыка идет чуть-чуть в трубе на повышение. А потом, ближе к финалу, идет на понижение. И заканчивается солирующими клавишами. Очень красивая вещь. А первая сторона начинается с... По-французски трудно читать. Фрилон Бранн песня. В переводе Браун Карнет. На английский язык. Это, как мне кажется, это такое настоящее прощание с бибопом. От души. Просто от души врезаются, вламываются барабаны, бас, клавиши. Дэвис импровизирует от и до. Точнее, от и до. По всей шкале возможной просто. Все, что можно из трубы выжать, там выжимается. Точнее, не выжимается, а вылетает из него. С легкостью невероятной. Вот так вот, вот так вот идет импровизация. И все, все просто взрывается каждую секунду. Пьеса состоит из непрерывных взрывов. А дальше, вот, Той де Сюит. Очень странная вещь. И как раз она такая, говорящая о входе в новое пространство. Начинается как блюз с электропиано, с басом с ударными, с трубой. Потом уходит в импровизацию уже вне блюзовую совершенно. Какой-то кусочек эмбиентный практически вдруг наступает. Где в одном аккорде опять труба, саксофон. Потом соло саксофона. А потом пьеса как бы становится дискретной. Состоящей из кусочков. Такой вот дерганный ритм. И она превращается совершенно в другую вещь. Не в ту, с которой все началось. И переходит в Петитс Машин. В скобках Little Stuff. Это уже бенефис Тони Уильямса на барабанах. Ну, естественно, со всем остальным бэндом. Но тут уже полет. Полет ударных в полный рост. Тут любой барабанщик будет слушать этот Петит Машинс. И думать, как бы вот так. Как сделать так, чтобы вот так получилось. Интересно. Я не знаю. Но, наверное, у кого-то получится. В общем, пластинка абсолютно просто замечательная. Как я уже говорил, для меня это как Битлз. Для меня это абсолютная музыка. В нее входишь и больше ничего уже не нужно. Ну, в смысле музыки. А так вообще, если говорить, то я пошел пить. Пока. Редактор субтитров А.